добрый день дорогие друзья с вами футбольный турнир пульс вашему вниманию предоставляется возможность увидеть центральный поединок высшего дивизиона где встречается два гранда я бы даже сказал это тэдис украина и футбольные клубы днепр юа это ожидаемый интересный поединок безусловно это центральный поединок высшего дивизиона это будет интересная игра ожидаем настоящее зрелище ожидаем настоящий бой идут самые последние приготовления до после первого перерыва как бы футбольный клуб днепр юа доза явил четырех человек и тэдис украина тоже добавили четверых поэтому будет очень сильный футбол во всяком случае ожидаемый такой качественный серьезное противостояние и так высший дивизион футбольный турнир пульс встречается тэдис украина и футбольный клуб днепр юа восьмой номер коломой с михаил именно он разыгрывал мяч на центре поля михаил который с напарником с ним 93 номера то шмигельский богдана не играя за футбольных клуб никополь второй дивизион украины это те ребята звездные ребят тоже посмотрим друзья как служится этот поединок но ожидания от него очень большие и так 0-0 давайте друзья познакомим вас со составами команд начнем мы в днепр юа 66 номер волосок сергей пока он на баночке первый номер гончаренко лет это страж ворот он сейчас в обоим сейчас стоит на страж яхтеренко никита 13 минут вот он с ничем виновьев стас брата номер два на данный момент у на замене раскачки начинают команды об движемся дальше коломойский михаил это восьмой номер вот он с правой стороны на ваших экранах человек который записал свое имя в историю футбольной жизни украины забив первый гол спортивному клубу днепр один и так движемся дальше вот он михаил с мячом отдает по как комбинирует богдан шмигельский я не увидел как-то был удар отмашка наверно и воду 1-0 на второй минуте встречи к сожалению не знаю всех фамилий ребят тэдис украина они без номеров но вижу у них на футболках на кофтах точнее название оранж или оранж ребята с высшего дивизиона в непропетровске по мини футболу минчики габаритные быстрые это до заявка будем по ходу сезона безусловно ознакомиться с этими ребятами узнавайтесь итак движемся дальше представим вам все-таки команды ну ребят второй номер лопатинка максима это днепр я вот он на ваших экранах 17 номер стаценко андрей 93 номер шмигельский богдан и 44 номер шмигельский николай два брат есть еще трат 3 брат шмигельский владимир который сейчас во втором дивизионе наводит шорох и один из лучших бомбардиров 2 дивизиона вот такие ребята приехали сегодня на этот поединок если говорить о тэдисе украине то это следующие бойцы и и так авгейнка владислав добреля владимир сегодня вампуа тренера вот он на заменке стоит его свой у своих ребят спортивно в костюме руководит действиями у него перебор желтых карточек и паба подбадривает своих ребят уже не в поле а она бро ведь и так глядя дальше тараму шевелья климента я числа комарова лев купцов владислав мельников дмитрий парфенов сергей позняков дмитрий таран иван он же на воротах вот в желтой футболочке бежит на ваших экранах чубин александр еременко юрий и бандер бандерчов михаил отличный удар 93 номера шмигельский богдан хорошего я поставленный удар вот михаил что будет подыгрывать я думаю сходу дара 1 0 педис впереди поменялось поменялись ребята много полов друзья буквально шестая минута уже пять полу на двоих на фолили команды напряжение на поле много разговоров набровок эмоции итак шмигельский у 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 На шестой минуте Сравнивают Днеприва счет. Что ж, интересно у нас противостояние, друзья. Интрига зашкаливает. Мелькнем, глянем в турнирную таблицу, мы там увидим, что Теннис Украина, Днеприва. Они делят вторую, третью позицию. У них абсолютно одинаковые показатели. По три игры, две победы и одна ничья. Причем ничья, что у одних, что у других с Металлургом. Единственное, немножко там забитый пропущенный, но это на данный момент ничего не значит. Ой-ой-ой, эффектно бил. Перехват. И в 3 в 1, 3 в 2. Оп, нет. Заблокировал проход. Потапенко Максим не дал свой оппоненту пройти. Заблокировал удар в самый последний момент. Богдан. Стоянница. Все, момент. Итак, друзья. Футбольный турнир Пульс. Центральный поединок высшего дивизиона. Футбольный клуб Тегис Украины. Футбольный клуб Днеприва. Очень интересная, захватывающая игра. Настоящее зрелище. На данной минуте, десятая минута встречи. И это интересно. Нервы зашкаливают. На ваших экранах. Вот, по центру Добреля. Ой, Пазняков. Четвертый номер. Коломойский. Пазняков. Хмельник. Ну, а не доходит между Пазнякова. Вагдал. Вот его и не проходит пас. Опросился пас, который разрезал бы всю оборону. Пропускал второй номер. Потапенко Максим. Оп. Абреля. Добреля. Мельников. Ты какой Добреля? Добреля на лавке. Греет лавку. Точнее, Добреля сегодня... Валерий Максим сегодня тренер. Лицетренер. Богдан. Тринадцатый номер этого у нас. Дегтяренко. Никита. Никита. Не точный пас. Много зрителей у этого поединка. Весь футбольный бомонд. Смотрит интересное зрелище. Один-один. Подставился ли и как? Какой спорный момент. Какой спорный момент. Дне Прива и Тедис Украина. В этом сезоне не знают вкуса по разу. Два очень солидных клуба. Напомню, что Дне Прива в этом... Ну, вообще, в мини-футболе они... Самое большое их достижение-то в том году они стали финалистами кубка. Они в финале проиграли Сухачевке. Ну, в этом сезоне они жаждут более высоких достижений. Николай Шмидельский собрал очень солидную компанию. Приятно наблюдать, как клуб просто на пике своей формы. Ну, и Тедис не подарочек, друзья. Напомню, это действующий чемпион высшего дивизиона. В том году они стали чемпионами. И в этом году они намерены подтвердить свой статус. И ребята очень сильные, подготовленные. Ушел, мяч. 13-ая минута встречи. Тайм-аут, друзья, тайм-аут. Друзья, мы возвращаемся после... Возьмем на... 1-1. Не, Прива. Тедис укрой. Запрессинговали. Тедис вилла. Не точно, совсем не точно пробивает Тедис. Что ж, я думаю, в следующих видеозаписях мы уже будем знать этих ребят в лицо. Это новая заявка Тедиса. Микоил. Вот так проходит. И можно бить. 17-й номер. Это Стаценко Андрей. Уходит на площадку, проявляет свою активность. И фолит. 4-3 по фолам. Откровенно не получается ни скидка, ни удар у игрока Тедиса с надписью на спине Оранж. Вот, Мильников бежит до конца, даже уже за площадкой все равно играет корпусом. Неправильно бил мяч, поторопился. Ух! Михаил. А, не прошла передача. Мильников что придумает? А, потерял мяч. Не может судя отогнать ребят на нужное расстояние, рвутся они в бой. Выжимает, выжимает Тедис. Очень высоко встречает и приходится выбить Дегтяренко Никите в аутмяч. Ибо не было продолжения. Яременко Юрий. Мильников. Милников. Хороший футбол, друзья. Интересный, взрослый. Ай-яй-яй. Как-то рано шел. Но не добился результата, но просто. И Коломой. Коломой. Мильников. Мильников Дмитрий Юрьевич. Как-то рано бежал в ворота и казалось, вот он уже, вот он уже. Но все-таки в последний момент защитник отбил этот мяч. Крученный. Это новая фишка. Это новая фишка. Крученный удар. Он неплохо прошел. Михаил. Восьмой номер. Идет сам. Ой, а да! Какую-какую конфетку он отдал своему партнеру. Аплодируем. Стеценко. Андрей имел убойный шанс. Он буквально в трех метрах от ворот. Один на один выходил с вратарем и не сумел обыграть его. Сориентироваться и забить гол. Но отвечаем, как Михаил отдал этот пас в такой сложной обстановке. Но выдал, как на блюдечке. И вот, смотрите, опять пас. Это была легкая сдоба. Чикландра. И вот Мильник. Ну, второй номер аплодируем ему. Это Потапенко Максим. Казалось бы, не достал, но перехватил эту острую передачу. И Коломоев набирает. Сам будет бить, да? Да, да, да. Сам бил, но неэффективно. Шмигельский Богдан пока мисс на лавочке. Набирается сил. А у нас уже, друзья, 20 минут встреч позади. Очень быстро, динамично идет футбол. Время при таком футболе. Итак, мы возвращаемся к динаму. И так мы возвращаемся к динаму. Прошел тайм-аут. Футбольный турнир Пульс. Встречается Тегис Украина. Днепр ЮА, это высший дивизион. 20 минут сыгранного в первом тайме. И счет на табло 1-1. Былая ручка. Удал продолжить. И это гол, друзья! И, наверное, еще отложенный фолк. Пятый фолк. И Богдан Шмигельский. На 22-й минуте. Вот зачем. Возмущение. Тедиса. Но факт есть факт. Да был фолк. Был, мне кажется, нет? Пошли у нас, друзья, страсти. Пошли качели. А Богдан, смотрите, сидел. Сколько он на лавочке сидел. Отдыхал минут 10. И тут вышел. И буквально сразу. На первой минуте забивает гол. Эффектно прошел. Эффектно пробил 2-1. Не пробивав впереди. Отмечаем, что Шмигельский Богдан забил свой пятый гол. Пошли как бы жестко. Жестко стал играть Тедис, однозначно. 13-й номер. За разговоры получает желтую карточку. Дегтярев Никита. Две минуты до конца встречи. Счет поменяй. Наоборот. 54 пополам. Загорается у нас трассе, друзья. Никто не хочет проигрывать. Пляшет с мячом. Момент. Вратарь тащит. Это будет угловой. Нервничает Тедис. Не любит команда проигрывать. А кто любит проигрывать, друзья? Я думаю, по инерции просто он въехал к вратарям. Но это не специально. Я думаю, это не специально было сделано. Вратарь самоотверженно пошел до конца. Было два тайм-аута. Вытокает мельников мяч. Ух, пошли, ребята, у нас взросленький футбол, ой, 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 это было эффект, аплодисменты. Одним ударом остановил, вторым касанием пробил, не точно, но это было красиво. Мельников, Мельников. Богдан, хорошая у него остановочка, четко. Друзья, минута до конца первого тайма, Днепр-ЮА впереди 2-1. Напомню, это первое противостояние этих двух команд, так как мы играем не в один круг, а в два, а может быть даже им придется и три раза встретиться. Увидим мы ответную игру, но сейчас забудем о всяких ответных, сейчас это сегодняшняя игра, то, что самое главное и важно. Хороший футбол и непредсказуемый, я думаю, будет результат. Трудно отдать кому-то преимущество, как ушел Миша, красавчик, ой, 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 отличный проход, эффектный, красивый, запоминающийся. Коломоец Михаил, это он, под восьмым номером. И снова Михаил, а, не дают ему в этот раз пройти. Ой-ой-ой, на последней секунде. Хороший момент имеет Тедис, и еще один момент. Время! Мы возвращаемся в футбольный турнир «Пульс», высший дивизион, второй тайм. Встречается футбольный клуб «Тедис Украина», футбольный клуб «Днеприва». «Днеприва» впереди 2-1. Нас ждет продолжение интересной, интригующей игры. Итак, Мельников, седьмой номер. Первый фул. Что ж, с подобной позиции Богдану Шмельгерскому удалось забить в первом тайме. Посмотрим, с такой же позиции, что сделает Тедис. Разыграли. Не стал бить прямым ударом. Давреля нервничает. Заряжается протеином. Ебо ему надо заряжать других людей в своей команде. Ошибается, но на подстраховке Юра. Никуда. Ух, что сделал Мельников. Непонятно, немножко не то получилось, что хотелось бы. Это удар ближе ко мне. Совсем не точный. Прямой удар с аута. Тоже вариант. Получилось комбинат. Неплохо остановил такой непростой мяч. Отмечаем. Если вы обратите внимание, то достаточно замены одной и другой команды. Но практически одни и те же люди на площадке. Люди не меняются. То есть лучшие из лучших противостоят друг другу. Хотя я не понимаю, почему нету Пазнякова на площадке. На мой взгляд, он красавчик в составе Тедиса. Но это право каждого тренера выпускать тех или других людей. Главный результат. Итак, Мельников. Мельников один из лучших бомбардиров высшего дивизиона. До этого тура он занимал вторую строчку. У него было 7 голов. И он был на второй позиции. Мельников. Дмитрий. Седьмой номер. С Мельникового Богдана, напомню. Было до этого матча 4 гола. Сегодня он формил дубль уже 6. Подтягивается он туда к тройку лучших. А если не в таком матче надо ставить лучшим, то в таком непростом матче забивает. Итак, 4 минуты. Прошли на одном дыхании второго тайма. Днепр вверх впереди. Уверен, что Тедис будут накручивать. Закручивать пружину. Вот они что и делают. Очень высоко они претенгуют. Обратите внимание. Все на половине соперника. Ой, неудобно ковырнул. И пришлось Юрию выбить просто вау. Ибо его могли обокрасить. Второй номер. По отаппингам он будет водить мяч. Коломойский, наверное, будет сразу бить. И это штанга, друзья. И это штанга. Хороший эпизод. Третья серия. Такая же. Ничего не меняется. А, нет, что-то поменялось. В этот раз и разыграли. Вот так. Откончусь. Ничего не видно максимал. Даши будет, нет? Отдаёт да. Иди. Хорошо, да. Хорошо разобрались. Хорошо разыграли. И с логическим завершением атаки. Да, не точно, но красиво. Мельников. Своему. Снова Мельников. Своему уже нельзя. И вот, смотри, на ударной. Ай, как подъехал, как оломает. Мне кажется, затянул с ударом Юрий. Мог бы пробивать. Было у него там секунды-полторы на удар, но не стал он бить. Кто-то сейчас получит жёлтую карточку. Кто это? Шмигельский Богдан получает жёлтую карточку. Не нужна такая жёлтая карточка, которая может привести к удалению. Здесь квалификации ключевого игрока для команды. Как вот Добреля сегодня. Один из лучших тоже в своём составе, но на такую принципиальную игру и он сидит на лавке. Ой-ой-ой, это перекладина, друзья. Это опасно. Выходит. Там отвержено. И вот, будет для контра. Да-да. Выходит, ребята. Но это куда опасно. Поспешил тринадцатый номер, это Екатеренко Никита. Позняков на площадку выходит под четвёртым номером. Вот он с мячом. Дмитрий Сергеевич Позняков. Ух, Емельников выбивает мяч. Не всё получается сегодня у Тедиса. Ну и ЮА тоже ошибается. Высокий темп игры Позняков. Чуть не обокрал его. Смедельский. А, Мельников. Ну, видите. Что-то пошёл брак у нас, друзья. Пошли к передаче в никуда. Перехват. Ушёл. Нет, не видел. Коломойский и в никуда. Опять, видите, пошли как бы ряд таких, знаете, неточных пасов, неточных передач. Позняков. Обрезается Позняков. Всё, Вин Миша. Один. У-у-у-у. Это было горячо. Он качнул Познякова, пробил, но... Таран Иван был на высоте, потащил такой убойный удар. Снова Миша. Миша, Миша, Миша! Всё-таки отдаёт. Девять, девятая минута встречи второго тайма. 2-1, счёт не меняется. И картина, знаете, на поле особо не меняется. Такая равная борьба. Там перекладина. Там штанга. Смотрится. Смотрится футбол. Миша, я есть. Миша, я есть. Говорит 13-й номер. И он действительно, я есть. Вот. Ай-ай-ай, даёт. И можно бить. Это была передача. Была рука, была рука, да. Была рука. С вопросом нет. Это красная карточка Мельников. Ну, рука была. Я не знаю, я же не судья. Ну, рука была. Я никуда не лезу. Итак, друзья, пенальти. 3-1, друзья. Я понимаю возмущение Теддиса, но правило есть правило. Фолл последней надежды. Он сыграл штрафной рукой. Явно рукой в мяч. 3-й, колоной Михаил. На 36-й минуте выводит свою команду. Увеличивает преимущество. 3-1. Днеприват впереди. Бой, дяди, бой. Бой, дяди, бой. Бой, дяди, бой. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Друзья, это было красиво. Как и крути, это было красиво. Богдан Шмидельский оформляет хет-трик на 37-й минуте и тайм-аут. Друзья, можно по-разному относиться к событиям, которые развиваются на поле, но надо быть объективным. Рука была, и это факт, и судья имел возможность, руководствуясь правилами, показать красную карточку, как фул последней надежды и поставить пиналк, что он и сделал. Последний гол Богдана Шмидельского это было произведение искусства, не то что сам гол, а сама комбинация, которая прошла просто. Это очень сожалею, что у нас обзор камеры не позволяет вам увидеть эту красоту, но это было что-то. Мы возвращаемся в игру. Тедис не умеет проигрывать, заводится, начинает грубить, хамить. Но футбол продолжаем играть. 4-1. Это футбольный турнир Пульс, это высший дивизион. Встречается футбольный клуб Тедис Украина и футбольный клуб Днеприо. Друзья, какой второй тайм, извините, это же был тайм-аут. Сейчас только 15-14 минуты первого тайма. Тебя, сколько, сколько, сколько. Первый тайм-аут. Второго тайма. Путаюсь я уже в показателях, друзья. Все-таки второй, безусловно, второй тайм. И 39-ая минута. 4-1. Днеприо впереди. Первый тайм закончился с счетом 1-1. И вот за 15 минут встречи Днеприо забывает еще три безответных гола. Позняху. Юрий. Нервничает Тедис. Не любит команда проигрывать. Ну, никто не любит проигрывать. Скажут, наверное, опять. Наверное, посуживают судей Днеприо. Вытягивают, тянут их за уши. Это покер, друзья. Это покер Шмидельского Богдана. Он забивает свой очередной гол на 41-й минуте встречи. Богдан Шмидельский оформляет покер. Доводит счет до разгромного. 5-1 счет. После этого гола вижу, эмоции немножко спали. Тедис не так уже заводится. Ибо счет ощутимая разница. Не знаю, хватит без силы Тедиса после такого нокаута встать. Пошли замены у Тедиса. И это уже просто куражится. Просто куражится ЮА. Это 6-1. Коломоец Михаил. 42-я минута. 6-1. По ходу, Тедис уже не верит, что что-то можно в этом матче изменить. А у ЮА, знаете, время триумфа. Второй состав ЮА тоже триумфует. Они сейчас во втором дивизионе, напомню тем, кто не знает, занимают первое место. Хотя первые свои три игры проиграли. Последние пять выиграли и занимают первую позицию. И вот основной состав Днепр ЮА. Триумфует над чемпионом прошлого сезона, ведя убедительно в счете 6-1. Все идет к тому, что Тедис получит свое первое поражение в этом сезоне. Но убежден, что ребята сильные. Может быть, не хватило им время сыграться, потому что, напомню, Тедис подписал четырех новых хороших футболистов. Может, им надо еще наладить игровые схемы. Где-то там тренировках, может, в играх более слабым соперником. И тогда во втором круге это уже будет другая команда. Другая встреча во втором круге, когда встретится Тедис с ЮА. Что ж, посмотрим. Но сегодня у ЮА все получается. Не уверенно. Ведут счеты. Куражатся и спокойно у них все хорошо. Тедис 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 Успокоилась игра, обрезал, успокоилась. Тедис Тедис перестал нагнетать. ЮА все устраивает. И такая пошла спокойная игра. И вот, два на вратаря выходят. Богдан, Михаил. И так вот. На вялике всем один. Похоже, Тедис откровенно просто доигрывает этот матч. А Коломойский Михаил оформляет хет-трик на 45-й минуте встречи. Пять минут до конца поединка. Моя MC Дальten И м Даль от Много ос к Э И Выходит Юрий. Вот он. Можно сказать, гол престижа 5-2. 7-2, подсказывают мне коллеги. Да, 7-2. Что же, друзья, давайте посмотрим в турнирную таблицу. За 3 минуты я не думаю, что 5 голов сумеет отыграть Тедис. В Днепре, при победе в этом поединке, они набирают 10 очков. Безусловно, не обходят Тедис Украина. Они не догоняют Сухачевку, так как у Сухачевки 12 очков. Но по пропущенным играм, безусловно, в перспективе именно они находятся на чемпионской позиции. Заводятся снова команды. Хотя смысл уже заводиться, когда все понятно в этом поединке. Ой-ой-ой, хороший розыгрыш. Но мимо. Хорошо разыграли, но пробили не точно. И таймал.